МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В церквях проводятся обряды освещения плодов, выращенных на дачах и огородах. Рок-н-ролл будет, но только в планетарии. Второй год подряд не удается организовать масштабный уличный рок-фестиваль. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Вчера во вторник состоялось заседание регионального правительства Рязанской области. На нем губернатор Олег Ковалев поблагодарил работников аграрных хозяйств региона за активную работу по уборке урожая зерновых. Ведь уже сейчас труженики села вышли на знаковый рубеж, намолотив миллион тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия. Глава региона отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить набранные темпы и провести уборочную кампанию в намеченные сроки и с высоким качеством. Впрочем, помимо успехов у сельчан есть и проблемы. Одна из них – это африканская чума свиней. Очередной пятый случай карантина введен на территории Спасского района. И сейчас сотрудники государственной ветеринарной службы проводят мероприятия по ликвидации очагов заболевания. В Рязанской области с начала месяца зафиксировано сразу три очага африканской чумы свиней. Вирус АЧС был обнаружен лабораторно у четырех трупов падших диких кабанов, найденных на территории Тумского лесничества. Первая вспышка произошла в Клепяковском районе. Были введены ограничения на ввоз, вывоз животных, продукции, свиноводство, кормов и установлены на территории первой угрожаемой и второй угрожаемых зон. В пределах зон проводились мероприятия противописотические и в границах первой угрожаемой зоны было принято решение произвести отчуждение и уничтожение живых свиней и продукции свиноводства. Еще один очаг АЧС был выявлен на территории Спасского района. Установлены случаи заболевания африканской чумой домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, а также диких кабанов на территории 49-го квартала Спасского лесничества. Та же продукция, от нее образуются отходы, отходы могут выбрасываться в бытовой мусор и куда они пойдут дальше, никто не знает. То есть так оно и происходит распространение. Поэтому сразу же все изымается в пределах зоны, живые животные уничтожаются и продукция свиноводства. Последний на сегодняшний день случай вспышки АЧС был зафиксирован в Пронском районе. Вот эти все три случая, про которых я рассказала, они были выявлены в пределах одной и той же территории. То есть там разброс составлял между этими местами выявления от двух до пяти километров. То есть там уже была какая-то связь, да, там дикие кабаны. Хотя у нас свиньи содержатся закрыты, то есть без выхода на улицу, то есть они содержатся в личных подсобных хозяйствах. Но тем не менее, вот география очагов эпистетических, но она о чем-то говорит. А вот эти случаи с Паской Пронск, ну тут только пока еще не будут установлены какие-то конкретные причины, пока только вот предположения. Возможно, как-то попали корма. В настоящее время государственной ветеринарной службой проводятся мероприятия по ликвидации очагов заболевания и недопущении его дальнейшего распространения. Сегодня православные христиане отмечают один из важнейших праздников – преображение Господне. Преображение Господне относится к двенадесятым, то есть к двенадцати главным православным праздникам. Праздник установлен в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор, о чем рассказывают три евангелиста – Матфей, Марк и Лука. По преданию, становившись у горы Фавор в Галилее, Иисус стал молиться. Утомившиеся апостолы уснули, а когда проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился. Он стоял, окруженный сиянием, и даже одежды его сделались белее снега и блистали, как свет. Рядом с ним стояли два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Господом о его близком отшествии. Далее Евангелие повествует о том, что беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий. «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Тогда видение и закончилось. Считается, что праздник преображения напоминает людям о необходимости духовного преображения. В русско-народной традиции преображение называется яблочным спасом, поскольку в этот день освящаются яблоки – самый распространенный плод на Руси. В этот день в храмах служат торжественные литургии. Прихожане приносят для освящения плоды нового урожая. Согласно традиции, только после этого их можно употреблять в пищу. Кроме того, существует народная примета, что именно после яблочного спаса ночью становится холоднее, и наступает пора подготовки к осени. Я просто год целый не ем яблоки до яблочного спаса. У меня такая традиция – не ем яблоки. А сегодня я уже попробовала яблочко с утра. Урожай православной веры. Яблочки мы любим здесь. Но они у нас не очень-то растут. А в прошлом году очень урожай хороший был. В этом году сливы много. Сегодня яблочный спас. В этот день созревают яблоки, их собирают, делают из них пирог, компот, всякие соленья и просто едят их. Вместе с большим праздником сегодня Рязанское садоводческое товарищество «Травень» отмечает 25-летний юбилей. За годы своего существования садоводы переживали разные периоды, в том числе и упадок. Но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. И уже сегодня любители дачного отдыха живут на дачах все лето и гордятся собранным урожаем. Вообще это традиция. Но сегодня у нас просто совпало с юбилеем 25-летием садоводческого товарищества. У нас еще будет это мероприятие проходить в субботу. Но сегодня, так как яблочный спас, мы еще приурочили к этому. В 2006 году мы организовали сами и создали правление, создали рабочую группу, начали заниматься строительством линии электропередач, затем водопровод, после этого уже газ. То есть в нашем садоводческом товариществе уже все это есть. Теперь люди строятся, начали строиться, начали, так сказать, проживать здесь и организовываться. То есть все это зависит от нас, от самих садоводов. Будущее садоводство – это садово-дачные поселения со всеми вытекающими последствиями коммунальные услуги и все остальное. На глазах меняется, зеленяк девается, гребняя, но юная реза. Весьма щепетильно заботился о своем урожае и житель Шадского района. На приусадебном участке он взрастил несколько десятков кустов конопли. Однако плантации стало известно наркополицейским. Они и накрыли эту очередную делянку нелегальных посевов в селе Корноухово. Сотрудниками САСовского межрайонного отдела управления наркоконтроля в рамках профилактической операции МАК-2015 ликвидировано производство конопли. 32-летний житель Шадского района занимался масштабным выращиванием отборных сортов наркорастения и изготовлением из него марихуаны. Необходимо отметить, что домовладение было огорожено высоким металлическим труднопреодолимым забором и охранялось собакой бойцовской породы. В результате обследования домовладения на приусадебном участке указанного гражданина была ликвидирована плантация конопли в количестве более 80 кустов растений, семена которой мужчина заказывал посредством сети интернет. В одной из хозяйственных построек, которую данный гражданин организовал под сушильню, где доходил до нужной кондиции выращенная им часть собранного урожая, было изъято 12 килограммов высушенных наркосодержащих растений. В самом доме сотрудники наркоконтроля обнаружили емкости с уже готовой марихуаной весом 3 килограмма. Потом то, что в бак набрали, куда это? Ничего никуда не делал, ничего еще ничего не делал. Также мужчина держал в своем доме настоящий арсенал оружия, боеприпасов и спецсредств. Сотрудники полиции подозревают, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. Также в процессе обследования жилища данного гражданина оказался изъятым набор предметов, возможно, свидетельствующий о других криминальных наклонностях данного гражданина. В частности, было изъято два глакосвольных ружья, одно незарегистрированное нарезное ружье, восемь охотничьих ножей, одна мачета, две пары наручников, спецсредство телескопическая дубинка, кастет и иные предметы. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по линии наркоконтроля. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. С изъятым оружием и боеприпасами проводят экспертизы, по результатам которых материалы будут направлены в органы внутренних дел. Неприятная история с интернетом не мошенничеством, а вполне вредительством произошла накануне. На адреса некоторых коммерческих и не только структур пришли письма по электронной почте о внеплановых проверках. Причем, как выяснилось, такие письма рассылались от лица Рязанского регионального управления МЧС. Рязанские спасатели сегодня опровергли такую масштабную рассылку. В среду, 19 августа, пресс-служба регионального МЧС сообщила о возможных фактах мошенничества. Некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели получили электронные письма, отправленные с адреса rizan-support-sobaka-mchs-gov.ru В них сообщается, что в период с 20 по 22 августа сотрудники МЧС проведут плановые проверки противопожарного состояния. Неприятная неожиданность постигла рязанских любителей рок-музыки на этой неделе. Стало известно, что запланированный уличный фестиваль «Рязанские каникулы» не состоится на открытом воздухе. Он пройдет в планетарии. То есть второй год подряд не нашлось в областном центре площадки для выступления известных рок-исполнителей. Ну, судя по опыту прошлого года, и вот как выяснилось этого, получается, что рок-н-ролл в нашем городе не выйдет на большие площадки, такие, чтобы серьезные концерты, рок-концерты со звездами для людей, которым это надо, никогда не будет на улице, за пределы клубов это никогда не выйдет. Видимо, кому-то в Рязани это не нужно. Точнее, не нужно никому, кроме нас, кроме тех, кто эту музыку слушает. Поэтому вот, к сожалению, приходится признать, что второй фестиваль «Рязанские каникулы», так же, как и в прошлом году, получился таким вот неудачным, все переносится в клуб «Планетарий». Ну, и что самое, конечно, грустное, что в связи с переносом группа «Ари» отказалась выступать, не будем их ни в чем обвинять. Они вообще считают, что они очень часто выступают в Рязани, не хотели ехать на этот фестиваль вообще, но согласились ехать, ну, поскольку думали, что это будет нормальный праздник для рязанских рок-н-ролльщиков, которые вот нам не дали сделать. И поэтому они сказали, нет, мы в клубе играть на этом фестивале не будем. Что касается остальных групп, скажу сразу, что со всеми группами был разговор, ни группа «Матрица», ни «Кукрыникс», ни «Слот» не слетят, не откажутся, уж не говоря про остальные все коллективы. Все то же самое, на вход в клуб в час с дня начала, первая группа «За Матрикс» начинает в 14, «Кукрыникс» играет последним, закончит 22.00, у них потому что поезд в Петербург. Ну, а в остальном, обещаем всем, кто собирается все-таки посетить фестиваль в планетарии, замечательный отдых. Сегодня одной из основных площадок празднования «Яблочного спаса» стал музей Павлова. Причем городской праздник посетили и гости из других регионов. В «Яблочный спас» 19 августа журналисты из российской газеты варили свое литературное варенье в Рязани в доме музея академика Ивана Павлова. Причем это не просто яблочное варенье, а варенье с секретом, приготовленное по рецепту матушки академика Варвары Ивановны. Вокруг дома Павловых разбит фруктовый сад, в котором растут яблони и груши. Из этих фруктов в семье традиционно и варили варенье. Меня спрашивают очень часто, как отбор был. Почему, допустим, приехали в Рязань, почему мы поехали в Смоленск. То мы собрались в редакции и подумали, куда бы нам хотелось съездить и, наверное, какому музею нам бы хотелось немножечко помочь. Потому что, как вот сейчас получается, уже по нескольким варкам, то вот этот проект, он может использоваться как и вообще самоварка варенья, как дополнительный инструмент для привлечения туристов. Также в доме музея открылась выставка старинных предметов. Был и мастер-класс по правильной варке яблочного варенья. Приготовили и выпечку с яблоками из Павловского сада. Пока лакомство варилось, здесь же в саду можно было поиграть в любимые игры 19 века в городки и крокет. Я говорю, давняя моя мечта праздник яблока провести. Потому что восьмидесятилетие с момента приезда Павлова 19 августа 1935 года он приезжал в Рязань поклониться родному порогу. И вот действительно, он, говорят, даже яблоками угощал жителей Рязани. Проект «Литературное варенье», посвященный 25-летию российской газеты и Году литературы в России, стартовал с появлением первых ягод и продлится, пока будет из чего его варить в знаменитых русских усадьбах. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор Рязанского театра «Кукол» Константин Кириллов. И речь в беседе пойдет о предстоящем фестивале «Рязанские смотрины». А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная